МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Город Тесс» и я, Елена Чернявская. Самарский кадетский корпус МВД России – это единственная образовательная организация МВД, осуществляющая подготовку мальчиков с пятого класса. Создан корпус был в 2014 году как уникальный учебно-воспитательный комплекс, направленный на подготовку воспитанников к продолжению обучения в профильных вузах МВД. Сегодня у нас в гостях начальник курса и воспитанник выпускного курса из единственного, как я уже сказала, в России учебного учреждения МВД для поступления несовершеннолетних граждан Самарского кадетского корпуса МВД России, который в этом году отметил свое десятилетие. Ну что же, я представляю гостей в студии Владимир Юрьевич Божик, начальник курса Самарского кадетского корпуса МВД, подполковник внутренней службы, и Иван Краснов, вице-сержант, помощник командира второго взвода седьмого выпускного курса Самарского кадетского корпуса МВД России. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Ну что же, стала уже некой такой доброй традицией, что мы с вами встречаемся в преддверии Дня открытых дверей. Так сегодняшний день не исключение, но День открытых дверей, конечно же, мы обсудим, но прежде, наверное, Владимир Юрьевич, первый вопрос у меня будет к вам. Расскажите, пожалуйста, вот какие особенности учебы в кадетском корпусе? Ну и, конечно, давайте поговорим о ваших успехах. Все-таки 10 лет исполнилось в этом году. Маленький такой, первый ваш юбилей и круглая дата. Основной целью деятельности нашего учебного заведения является предоставление возможности несовершеннолетним гражданам Российской Федерации на получение среднего общего образования, формирование их как личности, подготовку к дальнейшему прохождению и обучению в вузах системы МВД. В настоящий момент в нашем учреждении обучается 317 воспитанников из 29 субъектов Российской Федерации. География обширная, хочется сказать. Да, география поступления настолько обширна, она растягивается от Калининградской области до Республики Бурятия. То есть люди, дети представлены с разных субъектов, имеются дети, которые поступили к нам из недавно признанных республик и регионов нашей необъятной родины. В настоящий момент полный курс обучения составляет 7 лет. Юноши в Самарском кадетском корпусе обучаются с 5 по 11 класс и стоят на полном государственном обеспечении. Они обеспечиваются пятиразовым питанием ежедневным, обеспечиваются полным медицинским обслуживанием, полностью вещевым довольствием, согласно требованиям природы и погодным условиям. Проживают они в современном общежитии, четырехэтажном, который также располагается на территории корпуса и оснащен всеми условиями для комфортного проживания в нем. Имеется денежное довольствие для каждого обучающего, которое составляет 1085 рублей, ежемесячно выплачивается каждому обучающему. Вне зависимости от успехов в учебе? Вне зависимости от успехов. Но имеются льготные категории детей. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые получают данное денежное пособие в двуккратном размере, то есть 2170 рублей. Весь день обучения кадет-кадет регламентирован распорядком дня. То есть у них полностью расписано все от подъема до отбоя. Преподавательский состав нацелен на формирование у детей определенного профессионального общеобразовательного уровня, который позволит в дальнейшем без проблем поступить и продолжить обучение высших учебных заведений системы МВД. На базе кадетского корпуса имеются все условия для развития творческой, спортивной деятельности и любой направленности, которую сам ребенок может выбрать. За десятилетнюю историю нашего учебного учреждения мы рекомендовали себя как хорошее строевое подразделение. Ежегодно мы участвуем в таких знаковых парадах и мероприятиях, как Парад памяти и Парад победы. В 2023 году мы были удостоены открыть Парад победы на площади имени Куйбышева в составе сводного расчета барабанщиков, что произошло впервые, и я надеюсь, данная традиция закрепится за нашим учебным учреждением, и мы будем ежегодно открывать данный парад. За 10 лет в стенах нашего учебного учреждения прошло 4 выпуска. Более 40% наших выпускников поступили в ведомственные вузы системы МВД. Некоторые из них уже приступили к выполнению своих... На бюджетное отделение. На бюджетное отделение, совершенно верно. Некоторые уже приступили к выполнению своих служебных обязанностей на различных должностях, от участкового и сотрудника ПДН до оперативных и уполномоченных сотрудников. Более 53% из всего числа выпускников поступили в вузы силовых ведомств. То есть не только в систему МВД мы поступаем. В училище Министерство обороны поступаем. Выпускник поступает в институты ФСБ. Более, даже сейчас точную цифру не скажу, около 10, наверное, обучающихся, выпущенных или проходивших обучение в наших стенах в настоящее время выполняют свой воинский долг на территории специальной военной операции. Да, наверное, вот основные достижения вы отметили. Ну что же, Иван, спасибо большое. Сейчас продолжим общаться. Ивану хочу задать несколько вопросов. Ну, во-первых, подтверждаешь ли ты то, что сейчас здесь в эфире говорит твой начальник? Все ли правда? Действительно так? Конечно, это наша повседневная жизнь. Все у нас регламентировано. Денежное удовольствие выдается. Полное государственное обеспечение. Все так и есть. Уровень образования высокий. Большинство у нас кадет – это отличники. Вот на моем курсе больше 10 претендентов на золотую медаль. Все стараемся и учимся. Да. Ну, скажи, пожалуйста, а в свое время почему ты выбрал кадетку? Ну, мне всегда нравилось. Для меня кадет был как пример ответственности, дисциплинированности. То есть данные люди, они всегда были наглого выше своих сверстников. То есть приходилось даже общаться до поступления, да? Да. Знакомые были. Но и нравилось мне всегда это. Скажи, ты без проблем поступил? Да, без проблем. Прошел медицинскую комиссию, вступительные испытания и поступил. И сейчас учишься. Расскажи, пожалуйста, о своей повседневной жизни. Вот встаете, я так понимаю, зарядка, потом приступаете к учебе. Вот в чем именно отличие Самарского кадетского корпуса МВД России от тех, которые есть на территории нашей страны? Ну, усиленная строевая подготовка. То есть независимо от погодных условий мы всегда готовимся. У нас идет уклон в образовании к профильным предметам, основу начальной профессиональной подготовки. История кадетства, мы это все изучаем, каждую неделю проходят уроки. После уроков у нас внеурочная деятельность, тоже как-то связанная с нашими будущими профессиями. Вот, криминалистика у нас есть. Есть секции спортивные, дзюдо, бокс, рукопашный бой. То есть выбор по интересам, хочешь заниматься спортом, пожалуйста. Секции присутствуют, ты чем занимаешься? Я занимаюсь дзюдо и рукопашным боем. Интересно. Конечно. Доволен. Да. Скажи, а когда ты вот только поступил, проучился, ну я не знаю, может быть месяц, два, полгода, хотелось ли вот действительно все бросить, вернуться домой? Ну, бросить все не хотелось. Ну, конечно, там маленькие дети, это 11 лет кто поступает. Конечно, без родителей тяжело, но родители поддерживают, это правильный выбор. И поэтому смогли. Теперь на седьмом курсе учусь. Ну, а теперь вы уже в свою очередь наверняка поддерживаете, да, всех тех, кто поступил. И вот нужно, необходимо именно сегодня, да, вот крепкое такое плечо, кадетское братство. Скажите, кто ежедневно направляет ребят, Владимир Юрьевич, к вам вопрос, кто занимается детьми? И скажите, пожалуйста, вот лично ваше участие, какое непосредственное в жизни кадетов? Атестованный состав курса составляет 4 сотрудника. Это начальник курса, 2 командира взвода и старшина курса. В свою очередь на каждом курсе обучается 50 кадет. Данное количество кадет разделено на 2 взвода, по 25 человек. За каждым взводом закреплен свой командир взвода. Учитывая специфику, то, что дети находятся постоянно на территории корпуса и покидают ее только в случае увольнения, с детьми постоянно находится сотрудник. Он несет службу по графику, один из сотрудников курса. То есть круглосуточно дети находятся в контакте со своим воспитательным командиром. И в случае при возникновении каких-либо вопросов, в первую очередь, они, естественно, обращаются к нему. Также, как в обычной школе, за каждым взводом закреплен свой классный руководитель, который осуществляет классную деятельность. Он взаимодействует с детьми во время учебных процессов, помогает им в решении каких-либо вопросов в ходе учебного процесса. Имеется большой штат учителей, специалистов по неклассной работе, психологов. Отдел морально-психологического обеспечения у нас имеется, инспектора по социальной работе. Данные сотрудники всегда готовы прийти к любому ребенку на помощь при возникновении какого-либо вопроса. Вот, кстати, по поводу вопросов. У меня сразу несколько, да? Ведь у вас все-таки необычная школа. Здесь круглосуточное пребывание, и это уже, но все равно накладывает какой-то, может быть, психологический отпечаток на ребенка. То его просто взяли из привычной среды. Мама, папа, школа, улица, друзья, секции. И погрузились совершенно в другой мир, понятно, интересный, понятно, развивающийся, да, который в любом случае ему пользу приносит каждый день. Но вот здесь сложности какие-то возникают? Конечно, каждый родитель при поступлении его ребенка в наше учебное учреждение должен оценивать его возможности и способности. В связи с тем, что он будет ограничен в передвижении, будет постоянно находиться на территории, к нему будут приниматься определенные требования, это накладывает на него свой отпечаток. Ну и в первую очередь для лучшей адаптации родителям необходимо самим принять все условия и требования нахождения и обучения. Тем самым передать это детям, чтобы они лучше адаптировались. Вот вы совершенно верно сейчас говорите, вот действительно, родители должны и атмосферу, да, и настроение, наверное, и настроить как-то ребенка на его будущее обучение. Простите, я вас перебила, но просто действительно, вот вы истину говорите. Кстати, давайте-ка спросим сейчас у Вани, вот сложно тебе было адаптироваться к новому месту жительства, учебы? Расскажи. Ну, изначально было тяжело, потому что привык жить у родителей, постоянно за тобой контроль, тебя кормят, одевают, помогают тебе, а тут ты приходишь, все делаешь сам, уже все по распорядку дня, все как положено. Без родителей, конечно, тяжело, но каждый вечер созванивались, поддерживали, давали на пустое, ну и все хорошо. Поддерживали. Да, родительская поддержка, я согласна, здесь просто необходима. Но вот, кстати говоря, вы сказали по поводу увольнительных. А не каждый выходной происходит, то есть можно будет встречаться, либо это как-то нужно заслужить, заработать. Как у вас? Увольнение ребятам предоставляется только при соблюдении всех требований, которые изложены нашим распорядком дня и правилам внутреннего распорядка. Это отсутствие неудовлетворительных оценок и отсутствие дисциплинарных замечаний за время обучения в корпусе. В случае, если данные условия соблюдены, ребенок имеет право на увольнение в выходные и праздничные дни. Оставшиеся дети занимаются в корпусе согласно распорядку дня и продолжают обучение, подготовку к учебным занятиям с целью исправления неудовлетворительных оценок и получения возможности быть в увольнении. А вот, пожалуйста, и стимул. Совершенно верно. А скажите, а как вы считаете, вам удалось достичь вот вашей сплоченной команде поставленных целей вот за эти годы, да, как мы уже сказали, в этом году исполнилось 10 лет? Я считаю, что за время работы на курсе мы достигли всех поставленных целей. Основным показателем является успешная сдача общественно-государственного экзамена и формирование их как личности. В этом году 11 воспитанникам исполнилось 18 лет. Все 11 воспитанников приняли участие в голосовании, проявили свое волеизъявление и поучаствовали, выполнили свой гражданский долг. Да. Ну что же, давайте мы сейчас с вами немного прервемся. Как я уже сказала и неоднократно в нашем сегодняшнем эфире, что Самарскому кадетскому корпусу исполнилось 10 лет. И, конечно, наша съемочная группа побывала на этом праздничном мероприятии. Давайте вместе вспомним, как это было. Клянемся достойно учиться и жить, а в будущем верно отчизне служить. Это девиз Самарского кадетского корпуса МВД России, который отметил свое десятилетие. Он был образован 25 февраля 2014 года и является единственным в России учебным учреждением МВД, где ребята начинают свое обучение с пятого класса. Самарский кадетский корпус МВД России объединил мальчишек из 30 регионов страны, а Самара стала для них второй родиной. 1 сентября 2014 года я помню эти ощущения, когда у нас по плацу впервые промаршировали первые наши кадеты. Карандаши, как мы их между собой называли, мальчишки-пятиклассники в длинных шинелях, а сегодня они уже выше меня роста. И я счастлив тому, что такое учебное заведение появилось именно в Самаре. То, что сегодня сюда очень востребовано поступление, оно из наиболее престижных считается. Ну а в системе МВД, напомню, кадетский корпус является единственным, расположенным только в Самаре. Кирилл Гордеев – выпускник Самарского кадетского корпуса. На торжественном мероприятии сегодня присутствует в качестве гостя, а буквально несколько лет назад сам был кадетом, теперь курсант Московского университета МВД. О годах обучения в Самарском корпусе рассказывает с гордостью. Я уже тогда понимал, что я хочу становиться лучше, мне была близка тематика патриотизма, защиты своей родины, охрана правопорядка, в конце концов, не нужно забывать основное назначение полиции. Уже тогда я это понимал. Если мы говорим о том, чему я здесь именно приобрел, какие качества, без слов, я развил в себе дисциплину, стойкость, верность своим товарищам, верность родине. Также взаимопониманию и помощи ближнему. Воспитанники Самарского кадетского корпуса МВД России обучаются и воспитываются в атмосфере патриотизма, исторических традиций своего отечества и с гордостью носят звание российский кадет. Учеба в корпусе – это первый шаг к такой необходимой и востребованной профессии, как профессия полицейского. Наши двери открыты для всех ребят мужского пола, которые хотят служить родине, в органах внутренних дел. К января у нас ведется запись на психологическое обследование. По результатам психологического обследования ребята приглашаются на собеседование по учебным предметам. И ребята, которые прошли военно-врачебную комиссию, собеседование по учебным предметам, они зачисляются в Самарский кадетский корпус на обучение. За 10 лет работы кадетского корпуса получили образование более 200 выпускников. Кадеты поступили в высшие учебные заведения системы МВД, некоторые из них пошли служить в Вооруженные силы Российской Федерации, кто-то отправился в зону СВО. В 2023 году кадетский корпус выпустил 6 медалистов, которые получили аттестаты с отличием. Ну и так, продолжаем разговор. Скажи, пожалуйста, Иван, а вот у вас у кадетов есть какой-то свой девиз? Да, у кадетов есть свой девиз. Клянемся достойно учиться и жить, а в будущем верно отчизне служить. Это наш девиз. Он у нас висит на плацу. Мы всегда его видим, мы всегда стремимся к нему. Идем в будущее. Но скажи, за 7 лет обучения какие самые яркие события ты можешь вспомнить для себя, может быть, для своих сокурсников? Ну, у нас проходит каждое 1 сентября, это не как в обычных школах, там линейка. У нас торжественный вынос знамени, приезжают гости почетные с главным управлением МВД. Присяга, торжественное обещание кадет. То есть каждый кадет через это проходит. Это важный шаг в будущее. Военно-спортивный сбор «Наследники Победы». Он проходит в разных городах. Мы ездили в мае в город Волгоград. Там приняли участие. Незабываемые эмоции, ощущения. Отлично. Участие в парадах Победы. На площади Некуевшего парадах памяти. Это все откладывает свой отпечаток. Ну, конечно. Вот здесь, да, наверное, стоит сказать еще и о патриотическом воспитании, которые несут в себе эти мероприятия. Скажите, а вот профориентационные какие-то мероприятия проходят? Ездите ли вы? Ну, может быть, по каким-то, я не знаю, выставкам, встречи ли проходят? Либо вот, ну, чисто профильное, профессиональное. Идем дальше в МВД и все. Ну, нет, к нам приезжают сотрудники из разных правоохранительных органов проводят свои профориентационные мероприятия. Много приезжает с Министерства обороны. Ты скажи, пожалуйста, ты уже решил, когда ты выпустишься с Самарского кадетского корпуса МВД России, куда направишь свои стопы? Да, я решил. Я планирую поступать в Санкт-Петербургский университет МВД России. Почему туда? Ну, нравится мне там уровень такой подходящий. Климатом подходящий для меня, да. Ну что же, я тебе, Иван, пожелаю удачи. Наше интервью еще не заканчивается. Мы продолжаем разговор. Вот сейчас, наверное, Владимир Юрьевич, такой серьезный действительно вопрос. Скажите, пожалуйста, как понять, подходит ли ребенку такая форма обучения? Учитывая специфику нашего учебного заведения, необходимо оценить его способности. Сможет ли он постоянно находиться на территории, постоянно быть под контролем? Сможет ли он сам лично справляться со своими проблемами? Сможет ли он в столь ранний, возможно, возраст стать настолько самостоятельным и воспитать в себе чувство долга и патриотизма, когда вокруг него будут находиться только на первое время посторонние люди? Ну, со временем каждый командир станет ему как отец, а классный руководитель, конечно, маму не заменит, но материнская любовь и ласка его все равно немножко не обделят, так скажем. Ну, вот, кстати, с пятого класса ведется поступление, ну, это раз 10, 11, 12 лет, да? Вот где-то такой у нас возрастной разбег, ну, точно сколько, 11? Поступают дети. В этом году нам по прямому набору, то есть, когда люди могут приехать и подать документы, именно в кадетский корпус, выделено 42 места. Так. А дети поступают в этом году не только в пятый класс, но и в последующие классы при наличии... То есть, до набора, да? До набора имеется, да, при наличии вакантных мест. Но тут, как бы, тоже стоит понимать, что при поступлении, допустим, в пятый класс необходимо, чтобы ребенок был годен по состоянию здоровья. На 31 декабря этого года, года поступления ему не было больше 11 лет, а также он успешно прошел все начальное обучение в школе. То есть, оценки должны быть удовлетворительны? Удовлетворительны, совершенно верно. 4-5? 4-5, да. Ну, хотелось бы, чтобы только 5. Вот так даже, то есть, действительно, какая высокая планка. А вот, кстати, по поводу пятого класса и поступления. Вот, Иван, у меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, какими качествами должен обладать молодой человек, когда он поступает в пятый класс, что действительно он справится, ему будет интересно, он будет там учиться? Сейчас вот в первую очередь, наверное, твое обращение будет для родителей. Вот если ваш ребенок обладает такими, такими, такими качествами, то все будет хорошо, и мама или папа, которые нас сейчас слушают, возможно, эти качества примерят на своего ребенка и скажут, да, действительно, а вот мой такой. Ну, естественно, ребенок должен быть подготовлен физически, соответственно, своему возрасту, соответственно, своим качествам. То есть, ну, чтобы не было такого, что ребенок не готов к каким-то нагрузкам. Умение бегать, подтягиваться, отжиматься. Закончить начальную школу судовоторительными оценками, что ты знаешь базовые знания, ты способен дальше продолжаться и учиться. Ну и, в принципе, все. Там уже остальное само будет прививаться. Ну и, наверное, самое главное – это желание. Конечно. Это желание учиться в Самарском кадетском корпусе МВД России. Скажите, пожалуйста, есть ли льготные категории граждан для поступления? Для поступления в наше учебное учреждение имеются льготные категории граждан. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сотрудники органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, дети-сотрудники внутренних дел из многодетных семей, дети-сотрудники, ушедшие на пенсию по предельному возрасту, а также дети-сотрудники, вышедшие на пенсию по предельному возрасту в связи с организационно-штатными мероприятиями, и дети-сотрудники, которые получили травму, увечу или инвалидность за время прохождения службы. Предельный срок службы, минимальный предельный срок 20 лет составляет, то есть любой ребенок-сотрудник, который ушел на пенсию, имеет льготную категорию для поступления. А что это значит, льготная категория? Ну, так скажем, это дети, которые поступят, будут рассмотрены на поступление в учебное учреждение в первую очередь, так как имеется вот эта вот у них льгота. Ясно. Ну, а давайте тогда перейдем к самому основному, как можно поступить в Казетский корпус? Для этого необходимо в первую очередь подойти приемную комиссию, после чего вас направят к психологам, где необходимо будет пройти психологическое тестирование. После завершения и получения положительного решения от психологов вам предоставят перечень документов, необходимые предоставить к нам, и медицинское направление на прохождение военно-врачебной комиссии по месту жительства. После предоставления всех необходимых документов и согласования на обучающегося, кандидата в обучение, будет заведено учебное дело. А после окончания набора будет проводиться конкурсная мероприятие на конкурсной основе по зачислению в ряды кадетов. Ну, наверное, стоит заранее обеспокоиться, если, мы сейчас говорим в первую очередь о родителях, да, если они хотят, чтобы их дети учились, дни открытых дверей, когда будут проходить, и что, собственно, можно увидеть на этих мероприятиях? Да, у нас на нашей базе проходят дни открытых дверей. Ближайший день открытых дверей состоится 23 марта 2024 года по адресу город Самара, поселок Управленческий, улица Академика Кузнецова, 32. Начало мероприятия в 11 часов. Мы приглашаем всех детей, также их родителей, законных представителей, которые желают поступить и продолжить обучение в нашем учебном учреждении. В ходе мероприятия мы представим преподавателей, руководителей, у вас будет возможность пообщаться со всеми, ознакомиться с материально-технической базой, с условиями проживания на территории корпуса. Также сможете пообщаться с воспитанниками при необходимости и с другими сотрудниками нашего учебного учреждения. Ну и, наверное, не только пообщаться, но и пройтись вообще по корпусу, да, посмотреть, как живут кадеты, где они проходят обучение, с учителями пообщаться. Вот скажи, пожалуйста, ты присутствуешь на одни открытых дверей, ты общаешься с теми, кто приходит впервые, и самое главное и интересное, какие вопросы задают? Ну да, общаюсь, маленькие ребята подходят, спрашивают там, как живем, как кормят, как одевают, всегда ли мы так ходим, всегда ли у нас так закрытая территория, как уроки проходят, какие у нас уроки. Вопросов очень много. Какие спортивные секции еще спрашивают. Ну, маленьким ребятам им интересно, поэтому всегда отвечаем, всегда им помогаем. Да, ну, может быть, даже и экскурсии проводятся, а вот чем больше всего интересуются? Наверное, как кормят, где живут, условия проживания и уроки, какие проходят. Потому что все-таки переход в основное общее образование, там другие уроки, там уже новая ступень образования. Ну, хорошо. Давайте поговорим еще, как и когда проходят вступительные испытания. Вступительные испытания в этом году начнутся с 21 августа. На данные вступительные испытания кандидат на обучение пребывает в сопровождении законных представителей и родителей. На время вступительных испытаний кандидаты проживают на территории корпуса и обеспечат всем необходимым. То есть местом проживания, а также довольствием. Если иногородние, да, к примеру? Все, все, кто поступает. А зачем это делается? Что, мы прониклись атмосферой сразу? Мы прониклись атмосферой и приступили к подготовке к учебному дню, к учебному году. В ходе испытаний, вступительных испытаний проводится полное медицинское обследование, психологическое тестирование в дальнейшем. То есть все это продолжается, да? Продолжается, да, окончательное мероприятие. Также проходит собеседование по русскому, математике и окружающему миру. Это для поступающих в пятый класс. Для шестых и дальше классов проводится собеседование по истории. Лиц сопровождающих на территории, как таковое, не допускают. И они обеспечиваются проживанием и питанием уже за свой счет. Да, ну и это понятно. Вань, знаешь, у меня, наверное, к тебе будет заключительный вопрос. Прежде чем мы попрощаемся, вот ты 7 лет провел, да, в стенах Самарского кадетского корпуса МВД России. Скажи, а какие изменения ты заметил за это время, которые произошли внутри? Ну, стал более ответственным, дисциплинированным. За 7 лет обучения ты уже становишься мужчиной, ты уже понимаешь, как себя надо поступать в определенных ситуациях. Ты уже опытный в этом плане. Поэтому из мальчика там делают мужчину. Да. Это мы сейчас сказали про твои личные качества, да? Ты как изменился. Скажи, а что изменилось в корпусе? В корпусе? Ну, нам построили новое общежитие. Мы провели везде ремонт. У нас столовый ремонт, учебные классы все отремонтировали, учебный корпус. Территорию облагородили, добавили спортивный комплекс уличного типа, футбольное поле сделали нам. То есть жизнь идет, жизнь меняется, и меняется все. Слава Богу, к лучшему. Ну что же, заключительное слово предоставляю Владимир Юрьевич вам. Скажите, пожалуйста, вот и, наверное, обратитесь к родителям, почему все-таки стоит сегодня, в наше время, поступать и выбирать Самарский кадетский корпус? Я считаю, что Самарский кадетский корпус, он воспитывает мужчин, людей с четкой гражданской позицией, которые становятся верны своему долгу и своей родине, и готовы в любой момент встать на защиту своей родины. В наше время это очень необходимо, как я считаю. Ну что же, спасибо вам большое. Благодарю вас за участие в программе. Вы, Владимир Юрьевич, продолжаете воспитывать настоящих мужчин. Ну а тебе, Ваня, у тебя жизнь, как говорится, после выпуска только начинается. Я желаю тебе обязательно закончить успехом то учебное заведение, в которое ты поступишь. Ну и, конечно, большой дороги. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эс». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова